Это Лайф Ньюс, но возвращаемся к одной из главных тем последних месяцев событием на Украине. Новость последнего часа. Вик Зоренукович на больничном. У президента простуда и высокая температура. Как раз эту тему и кризис, который сейчас происходит на Украине, обсудим с депутатом Верховной Рады. На этой стороне Олег Царев у нас в студии. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пользуясь случаем, может быть, что-то о здоровье Януковича знаете, потому что сегодня это сообщение так прозвучало неожиданно после вчерашней встречи. Все привыкли к тому, что президент, это, знаете, какие-то особые люди. Они болеют так же, как и обычные. То есть здесь никаких-то скрытого смысла после встречи ничего нет? Думаю, что нет. Ну и все-таки, то, что касается ситуации, которая в последние дни сложилась сейчас на Украине, да, мы внимательно наблюдали, в последнее время как бы градусы снизился. А вообще, чего ждете, как будут события развиваться, учитывая, что и правительство в отставке сейчас находится? События развиваются достаточно тревожно. Мы знаем, что на Майдане образована национальная гвардия. Мы знаем, что народный депутат Гриценко обратился к Майдану о том, чтобы приходить на Майдан вооруженными. И знаем, что этот вопрос был поставлен на голосование, и весь Майдан его поддержал. И мы точно знаем о том, что на Майдане находятся вооруженные люди. Мы знаем, что правый сектор имеет химические лаборатории. Вот я вам рекомендую поискать в Ютьюбе. Есть запись одного из бойца правого сектора, который пришел добровольцем, бросал очень хорошо коктейли Молотова, дослужился до гренадера. И, в конце концов, когда понял, что там происходит, он выложил то видео, которое он записал. Это видео выглядит достоверным, потому что там не скрыты лица, там действительно помещение внутри Дома профсоюзов. И он рассказывает о том, что там сегодня есть оружие, о том, что там сегодня есть взрывчатка. Ну, вот мы сейчас видим то, что происходит как раз в Киеве, запасили на удивление, как-то даже более-менее спокойно. Это после отставки такое происходит, или все-таки здесь отставка премьер-министра никак не сыграла? Я сейчас закончу эту мысль и перейду к тому, что вы показываете. И вызывает, вызывает, вот, мы живем в тревоге, потому что возникает национальная гвардия. Само переход статуса национальной гвардии, это может быть, уже подразумевает, что она может быть вооружена, если это национальная гвардия, как по аналогии с американской национальной гвардией. И присягу там принимают не украинскому государству, не украинскому народу, обратите внимание, украинской нации. Мы видим, что, и мы знаем о том, что оппозиция планирует вот этих людей, которые из ультра-националистических организаций, радикалов, которые сегодня вот находятся здесь, сформировать милицию при приходе к власти. И они будут вооруженными, они будут при власти, при погонах. И у нас нет сомнения, что если этим милиционерам поступит приказ, они будут стрелять, не задумываясь. И вот на Украине сегодня такая тревожная ситуация. Что касается того, что происходит на Майдане, это согласно тех учебникам по цветным революциям, по которым сегодня, в общем-то, классически происходит развитие, через некоторое время, если не происходит каких-то особых событий, наступает усталость. И здесь нужно придумывать какие-то поводы для того, чтобы опять собрать людей. Либо расширять базу Майдана. Это что значит? Это значит, что он должен расширяться и территориально, он должен расширяться за счет увеличения социальной базы протестов. Но сейчас мы такого не видим. Кстати, вот накануне вечером в Киев прилетела глава Европейской комиссии Кэтрин Эштон. LifeNews вспомнил, кто еще из зарубежных политиков наносил визиты Януковичу и позиционерам. Давайте посмотрим прямо сейчас. После отставки премьер-министра Николая Азарова и назначения Сергея Арбузова, исполняющим его обязанности, все больше разговоров идет о том, кого Виктор Янукович назначит новым главой кабинета министров. Янукович обещал оппозиции, что ему для формирования нового правительства нужна максимум одна неделя. Не случайно вероятным кандидатом в премьеры называют Петра Порошенко. Это политика, которая, с одной стороны, содержит наиболее экстремистский канал, который неоднократно залисовался на Майдане, который, в общем-то, с 2004 года известен как один из самых ярых евроинтеграторов. С другой стороны, у него нет своей политической партии, у него нет собственной политической силы, и его конфеты как-то не смогли освоить гигантский европейский рынок и мечтают вернуться в Россию. То есть это политик, который формально может устроить все. Новый кабинет министров, согласно законам Украины, должен быть сформирован в течение 60 дней. А если место премьера займет компромиссная фигура, не исключено, что правительство может быть ориентировано на Евросоюз. Недаром, сразу после отставки Азарова, глава европейской дипломатии Кэтри Нэштон, первым самолетом вылетела в Киев на встречу с Януковичем и лидерами оппозиции. Перед переговорами Эштон получила в подарок строительную каску от неких активистов. Кэтри Нэштон – частая гостья в Киеве. Этот город и особенно его исторический центр с площадью независимости стал особенно привлекательным для западных политиков последние два месяца. Соединенные Штаты впрямую не действуют, они действуют через Польшу, это понятно. Весь Майдан начался с приезда ведущих польских политиков, которые, собственно говоря, и открыли выступление на Майдане. Там был Ярослав Качинский, это бывший премьер-министр, брат погибшего президента Польши. Там был вице-спикер Европарламента, тоже поляк, еще несколько человек. А вот американский ястреб. Сенатор Джон Маккейн обращается со сцены Евромайдана к митингующим. Привет, Майдан! Привет, Украина! Потом он отдельно встречался с так называемыми лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тегнебоком. Республиканец уделил особое внимание и певице Руслане, которая стала символом проевропейского движения. Во время встречи Маккейн назвал Руслану, цитата, настоящим патриотом. Героям Слава! Слава Украине! Героям Слава! Вот еще пример. Западные политики раздают хлеб, а участники Евромайдана им платят зрелищами. Представитель американского госдепа Виктория Нуланд раздает в середине декабря митингующим булки и пирожки. Спасибо, спасибо, спасибо. У российских политиков к этим акциям однозначные отношения. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Кирилл Альков, Ольга Махмутова, LifeNews. Алексей Анатольевич, ну вот сюжет мы посмотрели, все-таки действительно часто что-то на Украину из Запада приезжают всевозможные политики и чиновники. Вы это с чем связываете? Еще в ноябре прошлого года я выступил на заседании Верховного Совета и с таким заявлением, которое было так воспринято неоднозначно, о том, что у нас на Украине готовят цветную революцию. Я приложил видеоматериал о том, как на территории посольства Соединенных Штатов происходит обучение прямо на территории специалистов техкэмп. Это не правительственная организация. Учили, их учили организовывать своих сторонников в социальных сетях, противодействовать милиции, устраивать провокации. И вот мы получили то, что мы получили. Я уверен, что то, что мы сегодня наблюдаем на Украине, это месть Украине, президенту Украины за то, что мы не выполнили команду, за то, что мы не подписали соглашение об ассоциации. Мы всегда выполняли команды раньше. Мы уничтожали ядерное оружие, ну, третье в мире по потенциалу. Мы там закрывали Чернобыльский блок, не получив компенсации. Ну, все, что нам говорили, мы все делали. Вдруг раз поступила команда, мы не выполнили. И пошла такая реакция. Но вот в связи с этим, как вы считаете, появление таких гостей, все-таки как-то влияет на настроение тех, кто собрался на Майдане, на улицу Грушевского? Конечно же, влияет. Вообще, это грубое нарушение международных законов, которые приняты в том числе при образовании организаций объединенных наций. Мы нигде больше, ни в одной стране мира, ни один политик не встречается, не проводит встречи, не участвует в митингах на территории другой страны, где призывают свергнуть законно избранное легитимное правительство. У нас сегодня президент легитимно избран. С этим никто не возражает этому. И правительство, и Верховный Совет. Нет другой такой страны, чтобы так грубо, беззастенчиво проводили политику, направленную в своих целях на территории другой страны. Ну, вот сейчас предлагаю послушать мнение Сергея Маркелова, тоже как раз на данную тему, о том, что сейчас происходит на Украине и в Киеве. На поверхности, как Запад сегодня и Европа демонстрирует, будет сценарий возможности Украине, и как Обама позавчера сделал сигнал, дал сигнал, Украина должна сама решить все свои вопросы. И это, знаете, как я говорю, политика, это же как айсберг. Что-то мы видим сверху, и вы как журналисты, а большая часть всех решений принимается в подводной части айсберга. Так вот, в надводной части Европы 100% Запад будет демонстрировать попытку дать Украине решить свои проблемы сами, а в подводной части, безусловно, будет идти информационная, политическая, геополитическая и все виды войн. В том числе, так сказать, и с Украиной самой, и с Россией, которая, так сказать, является вот тем большим братом, который стоит за сохранение этой территории суверенной и дружеской нам. Акадыч, но все-таки что же мы под айсбергом-то не видим? Ну, совершенно прав, ваши специалисты. Политолог, мы многого не видим, и очень многие считают, что та картинка, которую вот видят на экранах телевизора, противостояние бойцов спецназа и протестующих, и вот кто победит, вот, значит, тот и победил. На самом деле, основная война идет в кабинетах, в офисах, в переговорах. А чем она тогда закончится? На Украину оказывается чудовищное давление. Чудовищное. На политическое давление. Давление на бизнес. Но все-таки, как вы считаете, чем и когда закончится, я вас перебью. Главное, когда, наверное, все-таки. Потому что, ну, народ... Мы не знаем, чем и когда это закончится. И я думаю, что нет ни одного человека, который бы знал, чем это закончится. Мы можем рассматривать только варианты того, что может случиться. И самое страшное, что может случиться, это гражданская война. Спасибо большое. Напомню, что у нас в студии был депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Ну и говорили мы о том, что сейчас происходит на Украине. Продолжение следует...